Ну что, доброго дня! Очередное видео, очередной случай, который произошел. Смотрите, у нас Grand Santa Fe, 14-й год, по-моему, сейчас не помню. Так, 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 опа, смотрим. Да, 14-й год, 14-й год, пробег 160 тысяч. Было у меня видео, давным-давно еще, я снимал на Дубнинской 50B, этот автомобиль у нас уже был в гостях, приезжал у нас был на ТО и купил, не купил, а налил отработавшее масло себе в 6-ти литровую канистру, просил, что-то надо было сделать дома. И потом случайно в гараже ее перепутал и налил. Мы снимали видео, чтобы все было черное, все было в грязи, и тогда мы помыли всю систему, помыли топливную рампу, то есть сменили фильтр, насос у нас остался целый, и меняли 4 форсунки, то есть они у нас, я не помню, в обратку сливали, по-моему. Так вот, это тот же самый автомобиль. Я не знаю, сколько прошло, 2 года, 3 года. И в этот раз случай следующий. По словам владельца, он ехал, у него заканчивал топливо, заехал на Роснефть, заправился до полного бака, выехал с заправки, ну сколько-то там ехал-ехал, и резко хлоп, и она заглохла. Она заглохла, и полезли. Сразу первое, что сделали тест на обратку, все 4 форсунки сливают в обратку. Две из них, которые более-менее поставил на стенд, у них заклинили распылители даже, то есть в подачу нет вообще топлива. Сразу же снял регулятор, вот здесь вытащил. Регулятор, прям на нем был ежик, большой ежик стружки, он был весь в ржавчине, и на нем, на уплотнительном, то есть где прикасается, есть раковина. Раковина есть также в топливной рампе, ну не знаю, может это следствие, скорее всего это старое, потому что в один миг там появиться не могло все это. Ну и все, начали искать проблему. Залезли в топливный фильтр, сейчас я вам покажу, я до конца его не слил, специально что-то вываливается. И когда говорят стружка, это выглядит вот так, смотрите, с дозатора, с ТНВД снял дозатор, и смотрите, что там. Внимательно туда осмотрим. То есть там прям как будто кто-то взял и насыпал прям основательное. Так, видно? Да. Вот сейчас пройдем. Кстати, я, вот еще наш автомобиль. Так, наверное, зайди отсюда или как там. Давай-давай-давай-давай. Так, вот у нас сидушечку мы сняли. Сняли топливозаборник. И смотрите, полный бак под завязку какой-то непонятной мутной ерундой. Не знаю, что это за топливо. Но он прям под завязку полный. С этим будем разбираться. Здесь даже непонятно, что мы будем делать. Клиент сказал, обязательно сохранить все топливо, слить. Я не знаю, я так понял, что возможно будет подавать в суд или что-то еще. Потому что у нас 4 форсунки полностью вышли из строя. Две сливают сильно в обратку, две заклинили и также сливают в обратку. Топливная рампа, регулятор, топливный фильтр и ТНВД развалился. То есть это по максимуму все, что может развалиться. То есть нашу топливную систему сейчас нужно все выкинуть, промыть, прочистить топливный бак, прочистить всю магистраль и начать все заново. Давайте сейчас пройдем. Посмотрим, что у нас в фильтре. Сейчас уже нет смысла искать там что-то, какие-то в топливном фильтре, ту же стружку или какие-то. Вот мое новое место для работы. Еще до конца все не доделали. Топливный стенд. Все новое. Все работает. Вот у нас форсунки. Не хватает светочек. Вот эти две топливные форсунки они сливают в обратку, им конец вообще. Вот эти две я ставил на стенд, они сливают в обратку и заклинили оба распылителя. Полностью. Вот он регулятор. Я помыл в ультразвуке, видно, что на нем раковины везде полностью. Прямо он, не знаю, как будто он всю жизнь свою был в воде и в какой-то... То есть вот здесь где уплотнение, там у нас как раз-то и все пропускает. Вот я часть слил топлива вчера и оставил. То есть не стал. Сейчас возьму перчаточки и начну сливать остатки. Покажу. И топливозаборник тоже не стал трогать. Вот он прям страшно выглядит, что там внутри что-то страшное. Я вам скажу, один из самых, наверное, худших вариантов, который как раз-то взял и все пропустил. Ну тут уже, конечно, немного осталось, но все же. Так. Видите, да? Какая муть у нас тут льется. Непонятно, что это такое. Можно разрезать, распилить фильтр, но это лишнее. То есть тут вот, как мы видим, да, что вылилось оттуда. Не знаю, где эта заправка стоит, но вот такая. Многие спрашивают, здесь же приезжают и спрашивают, а где заправиться, где. Я, допустим, делаю уже статистику от как раз-то вот этих поломок. Я уже неоднократно говорил по поводу этого. Крайне редко приезжают, допустим, с «Газпрома». И практически нету ремонта после Татнефти. Ну вот вроде бы как по… Не жалуются. В основном это вот нефть-магистраль. У нас что? Лукоил. Лукоил, Ростнефть, BP, Shell. Ну вот это вот, как раз весь этот ряд. Я уже не говорю о тех заправках, которые с непонятными названиями. Так. Что-то как-то надо сейчас вот чуть-чуть слить. Куда она польется? Ой-ой-ой, это красота какая. Как бы без вариантов. Здесь надо все это собирать, сливать. Это топливо я тоже оставлю. Потому что, если клиент сохранил чек, может быть у него есть надежда, получится или не получится, но все-таки как бы надо. В идеале, конечно, надо… Ну, по-предблизительному, по чётам, не знаешь, что это получается. Да, попозже скажем, потому что насос больше ста. Четыре форсунки. Что-то запчасти, по-моему, около двухсот пятидесяти. Если не выше. И по работе, то есть все это замена, но еще будет, не знаю, там тридцать, тридцать, может быть сорок. Так, разбираем это сейчас. Кстати, контакты у них еще вот здесь, вот, обгорают, то есть в разъеме выгорают. Здесь все в порядке. Всегда надо смотреть при снятии заборников. Именно это происходит часто у Санта-Фе. Интересно, знаешь, что случилось бы такая ситуация, если было неполное покупание, допустим, и другого. А вот не знаю, с этой заправки, с той заправки, опять же, пустой у него бак был, он не пустой. Я слышал, что если якобы он сможет доказать, что у него был пустой бак и заправился только там, как бы тут вопрос поменьше будет. Не знаю, как все это происходит. Вот, на самом деле, но история очень такая печальная. То есть второй раз, ну первый раз, ладно, он сам там как бы признался, что там с маслом попал. А вот второй раз вот так. Вот я даже не знаю, что это такое. Какая-то гадость вообще. Ну да, вообще прям жестяк. Когда оно резко попадает, вот это вот не оседает. К сожалению, вот я отдираю отверткой, она вот так прям плотно, мне кажется, не оседает. Может, конечно, ошибаюсь, но такое ощущение, что это копилось здесь не один год. Вот, регулярно. То есть она прям такой въевшись, и мне приходится с трудом ее прям откорябывать. То есть, ладно, снизу. Вот эти волокна прям засосало туда их. Ну вот, в принципе, как-то так. Чтобы снять топливную рампу, надо будет снять впускной коллектор. Впускной коллектор сниму, коллектор помоем, почистим. Заодно, все знаем, что это проблемка, забивается коллектор. Коллектор чистим, моем, меняем топливную рампу, и тут же будет удобно заменить ТНВД. Хотя я и так его без труда смениваю, неважно, с коллектором, без коллектора, но будет чуть-чуть удобнее. Надо сейчас специальную, видимо, тару где-то, не знаю, может, клиент привезет свою. Хотя он сказал, что у него есть канистры в машине, мы этого не обнаружили. Вот такая бяка произошла. Не знаю, заправка виновата, или снова что-то пошло не так, и туда как-то попало. Все едем. Так, смотрите, давно хотел рассказать, как меняется насос. Первый момент, смотрите, что мы делаем. Здесь есть технологическое отверстие, вот оно. Специальное для замены ТНВД, чтобы не разбирать насос. Откручиваем гайку на 24, держим снизу за болт коленвала. Вот сюда заглядываем, смотрите, выставляем ВМТ. ВМТ выглядит вот так. Вот у нас, желтым я пометил, на шкиву и на крышке ГРМ. Вот они, как выглядят. Здесь снимаем, понятно, ролики. Почему мы это делаем? Потому что вы будете мучиться, а потом, когда у вас что-то не совпадет, насос снимите, то вы будете мучиться, проворачиваться. И так как гидронатяжители сейчас стоят под нагрузкой, цепь может перескочить обратно или что-то еще. Дело в том, что, смотрите, она имеет шпонку. Вот новый насос, вот шпонка. У нас здесь шпоночка. И вот мы что делаем? Он встает только в двух положениях. Он не может повернуться чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. То есть у нас, вот мы проворачиваем. Раз, и он проворачивается на 180 градусов с другой стороны. И еще раз. То есть прям пружина плунжера проворачивает только на 180, то есть два раза. Если мы видим насос, вот этот насос, который, вот он стоит. Смотрите, он у нас крепится на двух болтах. То есть мы не можем его, вот он ход, у него очень маленький, туда-сюда. И именно вот попасть как нам надо мы не можем. То есть будет проблемно. Именно поэтому выставляем ВМТ и шпонка стоим как надо. Еще момент. И его крепят два болта. Они стоят, смотрите, на резьбовом герметике. Резьбовой герметик с одной стороны вроде бы нужен для того, чтобы не открутились. Но здесь еще есть проблема. Я неоднократно снимал насосы для того, чтобы устранить течь масла. Течь масла проходила, то есть сквозной болт, и он заходит в отсек цепи ГРМ. Проходит насквозь. И через резьбу течет масло. То есть нужно будет обезжирить болты, обезжирить отверстия и намазать, ну, не знаю, любым, в принципе, любым герметиком. Нагрузки там нет. То есть эти болты намазываем. Можем резьбовым, можем, я, допустим, пользуюсь этим черным везде и всегда. И даже если вы все выполнили, во-первых, сейчас цепь тянет и верхняя, и нижняя. То есть они вот под таким углом утаскивают шестерни у нас туда. Я снимал без съемника. Снимал, делал, то есть вставлял, да, рискованно. Но есть момент, что при вставлении насоса закусывает вот эта резинка потом. То есть я ставил это раньше, делал тоже, ну, неудобно. Вот. Теперь, теперь в пользовании появились специальные съемники. Во-первых, он выдавливает с помощью шарнира сам ТНВД. Это первое. Второе. Этот съемник стоит буквально там полторы-две тысячи. Это первое. И второе. Он удерживает плотно, удерживает шестерни в том положении, в каком мы ее и оставили. Там немножко есть сложность в том, что вот эта пробка, она тоже стоит на резьбовом герметике. Вот. И она не очень легко иногда закручивается. То есть там клей мешается. Фиксирует это конца, да? Ну, желательно, да. Потому что все-таки алюминий. Можно и вырвать там. Ну, не надо прям тут сильно упираться. То есть потом вот эта вторая часть у нас. Первая вкручивается наружнее в крышку. Вторая вкручивается в шестерню. Теперь мы как раз-то будем крутить вот этот ключом. Фиксируем саму шестерню. Так, заворачиваем, заворачиваем. То есть сейчас он скручивается и в крышку, и в шестерню саму. Теперь вот этот болтик, смотрите, болтик с шариком, заворачиваем. Вот он. Все, уперся. Теперь берем крючок на 17. И сейчас ТНВД насос должен отскочить. То есть он у нас и под колосом. Не хочет. Туго. Оп. Все. Ну-ка, смотрим. Все, болтик освободился. Теперь снимаем сам насос. Вот так. То есть неметки у нас ничего не сбивается. И фиксируется на своем месте. Как раз-то мы видим отверстие под шпонку. Вот она у нас примерно на час смотрит. Все, здесь замываем резьбу здесь и здесь. То есть обезжириваем прямо очистителем. И болтики потом ставим на клей. Вот мы видим, что шестерня наша осталась на месте. Клиент здесь уже был. Он уже порадовался. Ему будет бонус. Смотрите, у меня прокладочка впускного коллектора. Дело в том, чтобы заменить топливную рампу. Вот у нас топливная рампа. Новая. Не подделка. Топливная рампа меняется со съемом впускного коллектора. Впускной коллектор, все мы знаем, что на АА и АЖБ часто забивается. Вот здесь прям сажа. Не знаю, будет ли, не будет видно. То есть. Вот. Но я вам так скажу. Это еще немного. Это немного. Это небольшой объем. Но за всех не скажу. Я мою коллектор всегда. Неважно, для чего я его снял. То есть, ну, все. Тут, по-моему, клиент был. Он счастлив, что ему будет бонус. Потому что я сам даже боюсь представить, сколько это все будет стоить. У нас, смотрите, получается топливная рампа новая в сборе. Потому что у нас вот здесь разбило раковину. Внутри. Не знаю, вот сейчас как-нибудь, как-нибудь. Не знаю, передаст ли это все. Вместе уплотнения. Есть раковина. То есть, и там пропускало. Ладно. Не видно, не видно. У нас есть регулятор ржавый. У нас оригинальный топливный фильтр. Фильтр, видели, стоял практически самый дешевый. Форсунка 1 Бошевская. То есть, новая, оригинальная, не Китай. Сейчас даже... Кто это сделал? Турция. Мадейн. Турция. Турция. Неплохо, кстати, делают. И три оригинальных форсунки. Три оригинальных форсунки. Также у нас новый насос. От фирмы Бош. И, в принципе, ну все. Вот сейчас разбираем насос. Показываем, как там все страшно и ужасно. И на этом заканчиваем. Тут дозатора я на один болтик ставил, чтобы... Когда мыл, там все вокруг, чтобы не попадало. Дез топлива не выкидывало. Так, это у нас плунжер. Плунжер весь в задирах. Весь абсолютно. Здесь, конечно, прям надо в идеале свет. Годенок, стаканчики. Еле выдернул я его. О, как смотрите. Вот здесь должен быть вот этот валик. Вот он его прям весь разнесло. И следующий сейчас момент будет. Вот какая жесть. Это кулачковый вал, который расколбасило прям... Не вещь. Просто... Поставим? Поставим. А здесь, смотри, стенки аж от пескоструила. Куски металла. Как чем? Ну, стружкой, да. То есть стружкой на оборотах. Тут у нас давления высокого нет. Здесь у нас внутреннее. Но видно, что все стенки стали матового цвета. То есть от пескоструила. А вот этот все-таки не вылазит. Плохо прокручивается. Потому что... Там у нас тоже вкладыш стоит. Сейчас я его вытащу. Не буду, я с ним уже церемониться. Все здесь тоже просто... Вот он, вкладыш, но нет. Вот этот вкладыш у нас осевой. Здесь и там внутри. То есть осевой. И вкладыш здесь и здесь. Там он тоже, кстати, по-моему, разбил. Короче, бедняга умер. Ну что? Желаю вам всего хорошего. Будьте аккуратней с выбором автозаправок. Надеюсь, что это первый и последний случай. Вот такой прям большой, объемный. И у вас это не случится. Правило. И еще раз правило. Во многих видео говорят топливный фильтр. Раз в 30 тысяч меняем. И меняем обязательно оригинальный топливный фильтр. У него более мелкий, тонкий фильтрующий элемент. Вполне возможно, что машина ушла бы в аварийный режим, если бы топливный фильтр был оригинальный. Она ушла бы в защиту, показала бы по низкому давлению. И может быть, как-то что-то и не попало бы в насос. Ну, хотя бы что-то осталось бы целое. У нас развалилось все. Вообще вот под ноль. Ничего не осталось. И сколько это будет стоить, даже боюсь представить. Ну, все. Всем пока. До новых встреч.